Привет всем, с вами Джексон и сегодня мы соберем очередной радиоганструктор, который, как всегда, нам пришел из Китая. На этот раз у нас вот такая очень маленькая и простая схемка. Конечно, извиняюсь, многие, наверное, ждут светодиодный куб, рации и подобные, но извините, у меня сейчас просто нет времени их собирать, поскольку там, ну реально, очень долго их собирать, особенно потом вырабатывать это все, выкладывать. И видео выложить мне нужно уже завтра, я просто сегодня не успею, так что извиняйтесь, сегодня мы собираем вот такую вот схемку. Возможно, кому-то будет неинтересно, но все-таки схемка у нас такая есть, рано или поздно ее собрать надо. Давайте ее вскроем, посмотрим, что у нас там. Сразу же вижу, что там есть у нас фоторезистор и это у нас, скорее всего, схема автоматического освещения. То есть, когда у нас темнеет, мы можем активировать любое устройство, например, лампочку. Очень простая схема, деталь тут немного, но на этот раз, нежели от других, идет все у нас на микросхеме. Микросхема у нас называется LM393, вот таким образом она выглядит на 8 контактов. Опять же, повторюсь, деталь тут немного, индикация включения у нас будет служить светодиод, поэтому не обязательно внешне что-то подсоединять. Ну, в общем, давайте начнем собирать и проверять. Как всегда, первые мы вставляем резисторы, у нас тут идут три связки, один резистор, два резистора в связке и три резистора в связке. Поэтому мне мультиметр не понадобится, просто методом исключения выбираем резисторы. Вот, например, у нас эти три резистора идут на 1 кОм, то есть вот раз, два, три, три резистора, один кОм. Далее у нас 10 кОм, раз, два резистора и последнюю на 4,7 кОм. Вот последний резистор. Теперь вставим конденсаторы. У нас тут всего лишь две штуки, они одинаковые. Вставляются они вот в такие вот отверстия и маркируются буковкой 104. Точно такая же маркировка у нас есть на печатной плате. У нас тут в комплекте есть два диода, они оба одинаковые. Вставляются они вот сюда и вот сюда. Ориентируемся мы по полоске. Есть серая полоска на обеих диодах, со стороны полоски у нас катод. И на печатной плате, вот с этой вот стороны у нас катод тут, и вот тут тоже катод. То есть серая полоска означает у нас минусовой контакт. Теперь мы вставим транзистор, у нас тут он один. Вставляется он вот сюда, ориентируемся как всегда по корпусу. Корпус у нас идет в качестве полукруга. И точно такой же полукруг у нас есть на печатной плате на маркировке ее. Вставляем светодиод, ориентируемся по ножкам. Длинный это у нас плюсовой контакт, короткий это у нас минусовой. И вот таким образом он отмечается на печатной плате. То есть со стороны катода у нас идет минус, вот тут. Поскольку деталей у нас тут немного, сразу же заодно вставим и микросхему. Ориентируемся мы по ключу. У нас вот тут есть вот такой вот ключ, то есть выемка. И точно такая же выемка у нас есть на маркировке печатной платы. Вставляем конденсатор, он у нас тут один. Ориентируемся по ножкам. Длинная ножка это у нас плюсовой контакт, короткая ножка это минусовой. Или если по какой-то причине вы не можете разобраться в ножках, со стороны минусового контакта у нас есть тут вот такая вот белая полоска. И также на маркировке печатной платы белая закрашенная часть этого круга это у нас минусовой контакт. А плюсовой контакт у нас тут даже обозначен плюсом. Теперь вставляем переменный резистор на 10 кОм. Вставляется он вот сюда. У нас тут три контакта, поэтому ошибиться вы не сможете. Несмотря на то, что у нас тут мало деталей, реле и фоторезистор пока что мы не будем вставлять. Нам осталось вставить только вот эти вот разъемы у гнезда. Осталось вставить совсем немного деталей. Это у нас реле, фоторезистор и разъемы. Начнем с реле. Тут у нас 6 контактов, которые расположены специфически, поэтому ошибиться у вас не получится. И фоторезистор. На фоторезисторе нет никакой полярности. Вставляется он вот сюда. Просто вставляем ножки и все. Также фоторезистор желательно вставить повыше, чтобы потом его было удобнее разместить. Вот эти вот специально открытые дорожки у нас предназначаются до напряжения вплоть до 220 вольт, поэтому их нужно пролудить. Я все собрал. Вот так в итоге выглядит наше устройство. Питается оно от 5 вольт. Подсоединил я вот такой USB коннектор. И давайте это все дело подключим к пауэрбанку и проверим. Подсоединяем. Предварительно я уже все настроил, все настройки. То есть у нас тут есть перемычки. Тут у нас одна перемычка встает между первым и вторым контактом. А тут у нас две перемычки. Одна у нас идет на первом контакте. И вторая у нас идет на третьем контакте. А также переменный резистор выставил правильное положение. То есть когда мы перекрываем свет, у нас гаснет светодиод. Вот например, да? Вот вы видите. То есть таким образом при помощи света мы можем управлять любым устройством. Например, лампочкой на улице или подобным. То есть устройство может быть даже 220 вольтовое. То есть у нас тут у реле есть вот эти вот три вывода. Подсоединяем, допустим, к среднему, по-моему, это у нас общий вывод. И один из этих выводов, когда мы перекрываем, будет включаться. То есть соединяться со средним. И тогда мы можем активировать любое устройство. В общем, очень простая схема, но при этом, как видите, абсолютно рабочая. Все идеально работает. Вот даже можно вот так делать. Ну, вы видите, по светодиоду и по щелчку реле. Открываем светодиод, у нас загорается. В общем, такая вот простенькая схема. Заказывал я ее пойму на Алиэкспресс. Ссылка будет на нее в описании. А с вами был Джексон. Подписывайтесь, ставьте лайки. Схема абсолютно рабочая. Вообще никаких нареканий к ней нет. Единственное, что я немного повозился с перемычками. Поскольку тут все-таки не совсем понятно, каким образом оно работает. До инструкции в комплекте, как таковой, не было. Поэтому я случайным образом их соединял. Но в итоге у меня все получилось. Как видите, все отлично работает. Подписывайтесь, ставьте лайки. И, в общем-то, пока.